В последний день лета Молдова отмечает национальный день родного языка, праздник Лимбануастра. Традиционно 31 августа по всей Молдове устраивают культурные мероприятия и народные гуляния. Не стал исключением и сегодняшний день. Представители правящей коалиции провели церемонию возложения цветов от памятника Штефану Челмаре до аллеи классиков, где возложили цветы к бюстам поэтов и писателей по случаю празднования Дня Лимбануастра. Первыми были президент страны Николай Тимофти, премьер-министр Влад Филат и вице-председатель парламента Лилиана Полихович. Лимбануастра значит наш язык или родной язык. И поводом к учреждению праздника послужило принятие закона о предании молдавскому языку статуса государственного. Исторически этот день знаменует годовщину замены кириллицы латинским алфавитом в 91-м году. В центральном парке собралось множество людей. Однако не все понимают, что празднуют и какой язык все-таки родной для наших граждан. Ну непонятно, все думают как. Я молдавский. Ну это еще в зависимости там, кто считает, что молдавский наш язык, кто считает, что румынский. Ну я думаю, что мы вообще, у нас так получилось, что у нас все смешано. Да вот с внучкой будем слова новые изучать. Румынский. Я за лимбануастры. Но только лимбануастра, чтобы была молдавская, но не румынская. И чтобы здесь у нас стоял власти молдаван, но не румын. И это неудивительно, когда с центральной площади регулярно звучат прорумынские лозунги. Основная черта гимна лимбануастра, написанного в романтическом стиле классиком национальной поэзии Алексеем Матиевичем, это национальный язык, что призывает людей пересмотреть употребление родного языка. Программа по случаю празднования лимбануастра намечена обширная. Вечером на площади Великого национального собрания начнется праздничный концерт, в котором примут участие как местные, так и зарубежные исполнители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова